Ежегодный инсульт поражает порядка 8 тысяч жителей Алтайского края. Не все из них выживают, не все из них пожилые люди. Среди пациентов встречаются и 18-летние. Поэтому профилактика инсульта касается каждого. Ведь иногда человек может помочь сам себе, заметить признаки острого состояния и вовремя вызвать скорую. Человек пытается улыбнуться. И у него одна половина лица, она опускается, не улыбается, не поднимается. Второе. Слабость в руке или в ноге. Как проверить? Нужно попросить человека поднять руки. Вот он их поднял, глаза закрыл, одна опускается, она слабее. Но это тоже может быть признаком инсульта. И третье. Нарушение речи. Он либо не говорит, либо у него дезортрия, когда он не выговаривает что-то. Он говорит, где-нибудь похлыв, и не выговаривает. Предугадать инсульт невозможно, но есть сигналы, которые должны озадачить. Если, конечно же, высокое давление, и оно постоянно. Это приводит к тому, что сосуды, стенка сосуда начинает изменяться. Высокий уровень холестерина и липопротеидов низкой плотности. Это приводит к тому, что холестерин начинает откладываться в стенках сосудов. Нарушение ритма сердца. Это мерцательная ритмия. Восстановительный период после инсульта длится два года. Первичная реабилитация пациента начинается сразу, как только удается стабилизировать состояние. С больным занимаются реабилитологи, логопеды, психологи. Специалисты настаивают, не стоит заниматься самолечением после инсульта. Назначать себе курсы массажа, гимнастики. Все это обязательно должен контролировать врач. Как у нас всегда любят, после выписки, что нам надо делать? Нам надо делать массаж, если у нас поражены конечности. То есть у нас не работают, допустим, правые либо левые конечности. Но причина не в руке и в ноге. Причина в голове, в том, что пострадала ткань головного мозга. И надо знать, на какие группы мышц надо воздействовать, тонизируя их, а на какие, наоборот, расслаблять. И очень часто такие процедуры приводят только к тому, что возрастает спастика в конечностях. Самое главное правило, которое спасет жизнь при инсульте, сразу вызвать скорую помощь и попасть в так называемое терапевтическое окно. По статистике, только 10% пациентов удается привезти в больницу вовремя. А ведь первые пару часов после удара определяют дальнейшую жизнь пациента и успех дальнейшей реабилитации. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин